Итак, сейчас начинается открытый урок Михаила Куляева в городе Санечногорске, спортивный клуб «Контакт». И Михаил Куляев проведет полностью тренировочное занятие. А мы поснимаем, как это все проходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Михаил, это вы сейчас проводите разминку, в том числе, как в сборной России, в команде подзирал? Типа того, да. Давайте сюда сделаем и бегом возвращаемся. Евгений, здравствуйте. Хотел немножко задать вам несколько вопросов по поводу сегодняшнего мастер-класса, открытого урока Михаила Куляева. Скажите, вот такое мероприятие, как вы думаете, насколько оно ценно для популяризации джидо в России? Я думаю, что оно очень ценно, потому что дети воочию, да, вживую видят наших чемпионов. Мы, в принципе, это делаем, стараемся делать ежегодно, то есть к нам приезжал Эйву вопросов, Эйву мастер-классу. Мы молодой клуб, мы три года существуем, но мы стараемся периодически приглашать таких наших известных, великих спортсменов, потому что дети видят, что это такие же люди, как они, что они, в принципе, ну, ничем не отличаются. И я могу быть таким же. Я думаю, что это очень важно. Ваш клуб, вы сказали, молодой, да, ему три года, так, да, я понял, вот в этом. Скажите, какая вообще такая основная миссия вашего клуба? Клуб вообще на самом деле существует давно. Он существовал в Коварово, в подвале, вот, и, ну, в этом подвальном клубе у нас были чемпионы страны, и победили Кубку Европы, и там до сих пор в сборной находится Оксана Газаде, член сборной страны, победитель Месси-чемпионата. Поэтому клуб, в принципе, он был. Но вот в таком вот обличии мы решили, что надо сделать клуб хорошего европейского уровня. То есть у нас наверху фитнес хороший, у нас здесь спортзона хорошая, у нас был достойный для клубного уровня зал. Из зала идет трансляция в кафе. То есть родители могут спокойно привезти ребенка, отдать, сесть в кафе и смотреть, как их ребенок тренируется, не забегая в зал и не мешая тренировочному процессу. Поэтому, в принципе, клуб, он существует давно, традиции в нем есть. Но вот в этой ипостаси он только-только вот родился, вот в этом качестве, которое вы видите. В дальнейшем какие планы по приглашению известных российских, а может быть даже иностранных специалистов для таких мероприятий. Пока планов нет, будем думать. Спасибо. Теперь то же самое. Поехали, раз, наложить, взять пресс и ускорение спиной. Только с кем не врежут. Быстрее, быстрее. Спиной ускорение. Ускоряйтесь до сюда. Здесь касается рукой, возвращайте, касайте здесь и до конца. Друг-друг, только не вылезай. Друг-друг. Покрутили одной ногой, вперёд-назад, другой, таз выгоняйте. В одну другую сторону. Вниз, перешли. Ногами же за головой вы срывали. Пять раз. Легче выгоняем. Одно, другое. Вот это точно не так. Давайте 10 отжимать, 10 пресс и 5 муфей вверх. Давай. Сразу. Сразу. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИКИ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИКИ Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Я третий взял, уже есть. Вот, да. Вот, да. Вот, да. Вот, да. Вот, да. Михаил, как часто получалось на соревнованиях делать удушающие? Я редко, я в основном удержание удушающих, удушающих, удушающих так, не специализировал. Ну, на ваш взгляд, вообще владение техникой удушающих, болевых, важно для дзюдоиста спортсмена? Конечно. Комбинирование стойки партера, да? Не всегда получается стойка бросить. Вот, а здесь эффект неожиданности свалит, если быстро на работу, если приемка будет. «Давайте пять суток четвертая». «Давайте пять суток четвертая». Сейчас Михаил Куляев проведет учебные поединки. И положение лежа. Мы немножечко заснимем. Ну, и потом в следующей части уже будет техника стойки. Так же мы и отснимем вот этот небольшой репортаж. «Сделать пять суток соревнований». «Сделать пять суток четырнадцатого коленя», «Сделать два моря, цвет Century, цвета Циклоне». «Сделать пять суток четырнадцатого клиента твязок consumersStop. «Вашень», «Я 갑자기 понравилось, ну как ощущение что понравилось тяжело тяжело но шансы есть через несколько лет надеюсь что спасибо